Глава района Роман Сенеговский продолжает встречи с жителями. Один из последних сходов граждан прошел на МТФ номер один Прикубанского сельского поселения. На встрече обсудили вопросы благоустройства, транспортного сообщения, медицинского обслуживания. Подробности в первом материале выпуска. На встречу с жителями МТФ номер один Прикубанского сельского поселения глава района приехал вместе со своими заместителями, руководителями социальных служб, специалистами структурных подразделений администрации С проблемами данного населенного пункта Роман Сенеговский уже знаком. Многие после последней встречи с жителями были решены. Наша крайняя встреча была, как сейчас помню, фонари мы организовывали, остановку, по-моему, где-то организовывали, еще ряд мероприятий, потому что считаю, что где бы мы ни жили, отделение, садянки тоже есть отделение, центральная усадьба. Где бы мы ни жили, но тот минимум, который необходим для комфорта, он должен быть. Интернет должен быть, и автобусное сообщение, оно должно нормальное быть. И что касается лечения, здравоохранения, вы знаете, у нас центральная районная больница, стоматологическая поликлиника, вы должны нормально, значит, получать, значит, при необходимости лечиться, да. Образование, тоже дети должны иметь возможность ездить в школу, посещать детские сады и все остальное. Поэтому вот все наши социальные вопросы, наверное, которые могут вас беспокоить, я хотел бы с вами пообсуждать. На встрече с главой района жители озвучили несколько проблемных вопросов. Один из них – плохое транспортное сообщение с райцентром и станицей Анастасиевской. Водители маршрутных такси просто не останавливаются на остановке, чтобы подобрать местных жителей. После встречи с нерадивыми водителями будут проведены беседы. Первое. Значит, мы предупредим всех маршрутчиков. Второе. Если друг не остановился, конкретно пусть пишет нам мое имя или звонят Ольге Валерьевне, говорят номер маршрутки, какая не остановилась. Мы его завтра поменяем, да и все. Также беспокоят жители отсутствие в населенном пункте своего фельдшера. Чтобы получить медицинскую помощь, нужно обращаться в центральную районную больницу. Добираться туда далеко и неудобно. Как пояснил главный врач ЦРБ, вопрос с фельдшерско-акушерским пунктом будет рассматриваться. А пока жители МТФ-1 за медицинской помощью могут обращаться в Анастасиевскую участковую больницу. Она находится ближе всего. Главное, чтобы все согласились. Все ли желают перейти в Анастасиевскую? Если мнение большинства перейти туда, то для нас это, я понял, не проблема, да? Мы вас перезаключим там. Был поднят на встречу и вопрос о детской площадке. Она построена, но ее необходимо дополнить новыми игровыми формами. Не хватает здесь и спортивных сооружений. Роман Сенеговский пообещал решить этот вопрос. Делаем спортивную площадку для подростков и сделаем площадочку для маленьких детей. Хотя бы вот такой минимум, да, чтобы действительно... Места хватит. Кроме этого, жители интересовали вопросы освещения, реконструкции пешеходного перехода, межевания земли. На некоторые вопросы разъяснения были даны на месте. Часть вопросов взята на контроль. Для дальнейшего изучения и решения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».